Я всю жизнь работаю в Академическом институте и, наверное, не хуже всех остальных работников Академии, знаю, какие там проблемы. В то же время я давно живу в нашей стране и понимаю, что очень часто под видом реформ или в виде реформ ситуацию приводит к еще более худшему состоянию, чем до того. Академия наук – это определенный бренд. Да, она может недостаточно эффективна, она могла бы быть эффективнее. Да, там много стариков. А с другой стороны, что в этом плохого, если человек своими научными заслугами свои седины украсил определенным статусом? Мозги остаются при нем, слава богу. Может быть, он не так эффективен, как менеджер, но зато он представляет из себя, ну, скажем так, золотой фонд отечественной науки. И тревожить их лишний раз не хотелось бы. Да, Академию менять надо было бы, но я не понимаю, почему ее надо менять в пожарном порядке. Академики – это те люди, которые не будут в вас бросаться коктейлем Молотова. Они могут сесть за стол, выслушать аргументы и выдвинуть свои. Почему этого не было сделано, мне непонятно. Почему их поставили перед фактом, как каких-то воспитанников детского сада, которых поставили в угол за то, что они отказались есть полдник. Это сделано не по-людски. Это сделано тем более демонстративно по отношению к таким, в общем, уважаемым людям, как академики. И я так понимаю, что пока власть взяла некоторую паузу в надежде, что ситуация остынет, и осенью академиков индивидуально удастся продавить. Я думаю, так оно в конце концов и будет. Будет индивидуально со всеми договоряться, кому-то что-то пообещают, кого-то чем-то припугнут. Проблема будет решена, но станет ли от этого лучше, я не уверен. Академия наук идет под горку уже три или четыре поколения. С тех пор, как пришли большевики, которые стали вводить в Академию людей по принципу политической целесообразности, ее независимость, ее самоуважение стали понемножку идти вниз. И сейчас мы просто пришли к такому довольно закономерному состоянию, когда старики, которые воспитывались или рождались еще до Великой Отечественной войны, которые восприняли традиции еще замечательной дореволюционной Российской Академии наук, естественным образом уходят, а им на смену мало кто может прийти, потому что очень много людей с мозгами уезжают из России, но не по вине Академии, а по вине тех, кто собирается реформировать Академию. Потому что в Академии они не находят для себя ни оборудования, ни хорошего места, ни перспектив для роста. Нобелевские лауреаты с российскими корнями довольно часто встречаются на всем белом свете, а в России почему-то довольно редко.